Футурология В связи с футурологией Вопросы, как способ ответить на вопрос Зачем нужна футурология Первое, собственно, а что мы можем знать про будущее Мы вообще можем или нет Или вот будущее, оно в известной степени Непостижимо, непостижимо и так далее И совсем другой вопрос Который, собственно, ближе к многими футурологами Можно следующий Давайте так будем выступать Как это происходит А, вот, да, нет, все Так, я научусь, спасибо, да Это, собственно А не просто узнать на будущее Но футурология как способ воздействовать на него То есть Как способ активного действия Как способ сделать то будущее, которое нам нравится И избежать того, которое нам не нравится Ну, почему-то мы считаем очевидным Вот Скажите, кому здесь ближе Первый вопрос Как мы можем узнать о будущем Ну, что мы можем узнать о будущем Никому, да? Можно руку поднять Кому будет А кому второй Как влиять на будущее Ага Отлично, спасибо Так А кто считает, что в принципе Мы о будущем не знать, не влиять, ничего не можем Так Тоже хорошая группа Спасибо Ну, вот Это правда, что люди изначально находятся в очень разные позиции в отношении будущего Ну, то есть кто-то говорит Вот какое будет Такое придет Я придумаю, адаптируюсь, что-то с этим предприму, когда это случится Кто-то говорит Нет, я знаю Сделаю правильную ставку Там на команду На шахматиста Да На фирму, на биржу какую-то И Получу свой выигрыш Ну, и есть более умеренные позиции Вот Наш замечательный соотечественник Который, правда, почти всю жизнь прожил Далеко за рубежом Исайя Берлин Он в эссе Оливье Толстом Обратился к Старому поэту Древнегреческому архилаху Который Использовал метафору Лис и ежа Как он разделил этих людей? Он сказал Вот здесь Люди Это уже про Исайя Берлина, да? Подобные лису Они Знают обо всем по чуть-чуть Никуда не углубляются слишком сильно Их знание поверхностно Но, может быть, они подобны журналистам Правда, Исайя Берлин анализировал Соотносил по этим двум типам Выдающихся населителей Исследователей Ученых Художников И так далее Есть еж Он убежден В правоте В истинности Какой-то конкретной концепции И вот История с футурологией Связана в том, что Люди действительно Склонны Ну, скажем так Больше к одного или другому Типу мышления Вот кто здесь считает себя Скорее Ежом Вы глубоко уходите В какую-то одну тему Учины Занимаетесь Пытаетесь Ну, скажем так Понять Как эта тема Приложима К разным сферам Вот кто здесь ежи Неужели нет? Неужели Ну, кто специально Приходит в лисы Хорошо А кто лиса? Ну, да Видимо Такая целевая аудитория Так вот Можно следующий Что выяснилось? Выяснилось, что Хорошим прогнозистом То есть тем, кто может Узнать о будущем Скорее всего Является лиса Американский следователь Филипп Теплок Он проанализировал Огромное За несколько Ну, там За примерно 30 лет Огромное количество Прогнозов Американских И западных футурологов Связано это было С разными причинами Ну, например Всем известно Что практически Никто из американских Аналитиков Футурологов Советологов Не мог предсказать Развал Советского Союза И когда это произошло Очень многие задумывались Почему так произошло Почему мы не предугадали И вот он говорит Что Огромное количество Экспертов Советологов Которые анализировали Крак Советского Союза Были по своей природе Ежанин То есть у них была Некая модель Советского государства Военного противостояния Они Жестко опирались Во всех своих размышлениях Анализе и сборе данных На эту модель И Когда происходило Что-либо за пределами Этой модели Они это попросту Игнорировали Что и Не позволило Убедить Большое количество Сигналов Говорили о том Что Советский Союз Находится в такой Очень непростой ситуации Значит И вот Собственно Исследователь Почему Нейк Сильвер Современный Американский Эта книга Признана Одной из самых Влиятельных Книг Науки Последнего десятилетия Он собственно Тоже анализирует Разные прогнозы Касательно Землетрещений Революций Игры на бирже Там Ставок на Покерных игроков И так далее И По сути Подтверждает Эту гипотезу О том Что если мы хотим Понимать Что произойдет В будущем Нам лучше быть Лисами Но С другой стороны Эту же метафору Лиса Ежа Исаия Дерлина Использовал Другой исследователь И вот Можно следующий слайд Открыть Он собственно Был далек От Исследований Будущего Но он ставил Такую Амбициозную Задачу Понять Ту единственную Причину Ну или Комплекс причин По которой Компания Может быть великой Что такое Великая компания Это компания Которая уже Много десятилетий Держится В топе Своей индустрии В топе Мировой экономики Он обследовал Большое количество Компаний С большим количеством Исследователей Проверил глубинные Интервью Анализировал данные Рыночных Разных Индикаторов И прочее Исследовал Как персонал Относятся к компании Как клиенты Относятся к компании То есть проводил Очень комплексные Обследования Но у него была Гипотеза Вот характерная Для ежа Что есть Какой-то Уникальный Комплекс Факторов Который Компания Великой И этот Уникальный Комплекс Факторов Он уникален Не для каждой Компании А вот он Существует Как модель Следуя Которой Компания Неизбежно Становится Великой Он Из этого списка Вы были Но Зато Он говорит И это пример Как исследователь Еж Часто ошибается В своих прогнозах Но зато А книга хорошая И входит в топ Деловой литературы Поскольку является Не только Хорошим исследованием Но и содержит Много Таких хороших Глубинных Фактов О развитии Крупных компаний Которые нам Хорошо известны Но Что он говорит Между тем Он говорит Что Именно Будучи ежом Вы скорее всего Сможете построить Такую компанию И вот Парадокс состоит В том Что Если мы хотим Понимать будущее То нам нужно Быть скорее Лисой Но возможно И эта гипотеза Основанная В том числе Не только На этом исследовании Задача влияния На будущее Как раз Требует От нас Другого набора Качеств Давайте пойдем Дальше Так Дальше Дальше Ну вот Да И Ответ На этот вопрос Он является Наверное Базовым Для каждого Кто Встает На путь Катурологии Ну хотя бы Для того Чтобы понимать В какой ситуации Вы оказываетесь И с чего Вам надо больше Опасаться Да Упустить какую-то Глобальную концепцию Или Или Не заметить Большого количества Разных факторов Которые в вашу модель Не вписываются Я для себя Не могу ответить На этот вопрос Определенный Вот у меня есть Личные Это сейчас Антинаучная Позиция Ну то есть Не связанная С наукой Да Как прогнозист Я например Не верю в Китай Уже давно Выпускающий университет Я поспорил с научным Руководителем Не буду говорить На что Ну что К 20-му году Китай развалится Ну а он соответственно Не верит в Индию И сказал что Индия Развалится И вот я все эти годы Очень старательно И последовательно Подбираю У меня собрался Уже большой Комплекс факторов Почему Китай Неизбежно Должен развалиться То есть я даже не понимаю Как может произойти иначе Да Но Делайте это меня Вот таким Однозначным Идиозным ежом Да Или Это Ну да Из-за этим стоит Конечно некая концепция Которую я не буду сейчас Подробно раскладывать Или Это просто Следствие того Что я собрал Там большое количество Разных фактов Общаясь с востоковедами Большое Внимание Уделяя общению С теми людьми Которые в Китаре Регулярно ездят Там бывают Наблюдая там за прессой И Пытаясь понять Какие-то модели Как устроен наш мир У меня нет такого ответа Да Давайте дальше И вот Да Что значит быть футурологом Вот Сама Это Если говорить Это как профессия Или как отрасль Научных исследований Она конечно очень молодая Видите Само слово появилось Совсем недавно По меркам науки Практически любой И вот Есть Некоторый Такой классический Да Абзац О том Что включает в себя Футурология И для запада Для западного мира Это такой Ну уже Скажем так Прошедший период В том смысле Что футурология Является частью Обыденной реальности Вот Уже 10 лет Я сообщаюсь с товарищами Периодически Слушаю на разных конференциях Что в российских Книжных магазинах До сих пор нет Полки с названием Футурология И вот 10 лет Уже до сих пор Ее нет Да А Там уже давно есть Иногда не полка А целое отделение А куда в российском Книжном магазине Попадет книжка Которая посвящена Ну например Возможные сценарии будущего Как вы думаете Куда она попадет В эзотерику Раз еще куда Фантастика Еще История Ну а куда еще Еще Ну в общем Может и в программирование попасть Там просто терминология специфическая И вот Да Есть магистрские программы По футурологии Ну то есть Человек получил там Базовое бакалаврское Бакалаврских по-моему Нет хотя не уверен Но магистрские Есть в самых разных университетах Есть Ну скажем так Просто Есть понятно Вакансии Футурологов Крупных компаний Разных Вплоть до того Что даже не только На Западе Но и там в Таиланде По-моему Не только Вадилась вакансия футурологов В департаментах полиции Да Вот Что делают Да Все эти люди И почему они Этой футурологией Занимаются Значит Здесь у меня есть Такой тезис Что Там Если Вкратце Охратизировать Да То есть Футурологи Они видите Анализируют то Как происходили события В будущем Есть ли какие-то Ну вот устойчивые модели Которые могут повторяться Они Смотрят какие тренды То есть Какие-то небольшие Незначительные явления Сейчас только-только Набирают оборот А потом могут стать Чем-то очень большим Значительным Определяющим Нашу жизнь Да Они анализируют Возможные перемены И Вот На мой взгляд Суть позиции Футуролога Заключается В общем не в том Что он Как объемлюще С разных сторон Смотрит на будущее Она состоит в том Что он Смотрит Не на будущее А из будущего То есть Строя некую модель Картину мира Он заходит В это предполагаемое Столетие Ну например 22-й век Или середину Нашего столетия И пытается понять Да А Исходя из того Как там может Быть устроен мир Что мы можем Сейчас сделать Или не сделать Что из того Что мы сейчас сделаем И является хорошим Или плохим Какие требования Мы должны предъявить К современной деятельности Исходя из того Что будет Или может Появиться После Да А Противоположной Этой позиции Вот Является Хороший Очень термин Сказанный Значит Биржевым спекулянтом И Исследователем Тоже разных Футурологических Возможностей Насимом Талеб Насимом Талебан Футурологическая слепота Вот что такое Футурологическая слепота Это обратная позиция Когда мы не можем Не то что посмотреть Из будущего А мы не можем Даже помыслить Мир отличный От настоящего Вот Что меня поражало В американских Книжных магазинах В городе Вашингтоне В основном центре Там Три книги Посвященные Причинам Развала Америки Десять сценариев Развала США Ну абсолютно Вот я Сложно представляю Чтобы какой-то Автор написал В России Десять сценариев Развала России И не получил Некоторый комплекс Проблем Связанных С его Подозрительной Подрывной Деятельностью Пример такой Футурологической Слепоты Меня попросили Политики не касаться Я в общем Ее не касаюсь Но Коль скоро Футурология Понимаете Интерес к футурологии Движит желанием Повлиять на будущее То суть Этого дела Конечно Никак С политикой Не пересекаться Не может И вот Примером Такой футурологической Слепоты Я например Считаю Прекрасную Программу Правительственную Вчастие пока Завутую Примерно Тринадцатого Года Давайте Создадим В России К двадцатому Году Двадцать пять Миллионов Высокотехнологичных Рабочего места Самое главное Которую Даже не футуролог А историк Может понять В том Что конечно Изначально Создавая Какую-то Новую Какой-то Новый Вид деятельности Создавая Новое Рабочее место Мы как правило Снижаем Эффективность Ну потому Что огромное Количество Учили Уходит на то Чтобы Эту Собственную Действительность Освоить Но Правда В том Что Как правило Высокотехнологичные Рабочие места Что делают Они Уничтожают Другие рабочие места Да Вот Известное Пиво Которое Надеюсь Здесь продается Ирландское Как называется Так Темное Гиннес Да Сколько рабочих Работает на заводе Гиннеса Который в Ирландии Ну не буду говорить Сколько пива Производит Гораздо меньше Чем Находится Даже в этой части Нашего собрания Ну правда До сих пор Ездят Это вот Была недавно Хорошая публикация До сих пор Ездят Водители С водителями Которые возят Ну будет чуть больше Но говорят Что это ненадолго Да И Вот Соответственно Парадокс в том Что По мнению Многих патурологов Собственно Сама по себе Постановка Давайте свинем 25 миллионов Исокотехнологичных Рабочих Мест Это такая Логическая опорья Да Значит Ну Хотя Заявка амбициозная Дальше Можно Можно пройти дальше Там Работает Как работает Эта система О Спасибо Ну да Это я специально вставил Чтобы Поскольку Я сам сомневался В научности Посмотрел Видите ЮНЕСКО В общем Авторитетная организация Еще в 69 году Выпустила специальный номер Обзорный социальных наук Посвященный футурологии Но с тех пор Эта дисциплина В принципе Как признанная Часть социальных исследований Остается частью Комплекса науки Но давайте дальше Чуть-чуть Дальше И вот Да Теперь Первая Заповедь футуролога Какая Это известная шутка Надо было призыви Видимо пообещать Самая первая Заповедь футуролога Никогда не пиши Что будет И когда будет На одной странице Вот И вот История в том Что эта известная шутка Не является шуткой Значит С точки зрения Научной дисциплины Футурология строго различает Прогноз и предсказание Вот предсказание Это очень конкретно Связанное С возможно причинно-следственными Или временными Какими-то условиями Фраза Ну тезис Например Кто может Например Какого-то предсказания Привести Завтра будет дождь Как Завтра будет дождь Ну Пожалуй да Можно еще точнее Предсказание Как предсказание Можно оформить Еще точнее В 9 утра В 9 утра Можно еще Какой дождь сказать И прочее Так вот Футурология Не занимается Предсказаниями Она не говорит Кто когда умрет Какой город исчезнет И так далее Потому что есть много факторов Футурология Делает прогноз И прогноз связан С некоторой вероятностью Того или иного события И вот как только Вы слышите Нечто Что будет наверняка В 20-м году В 30-м году В 50-м году Мы выходим Уже из рамок Футурологии Как некой научной Дисциплины И исследования И попадаем В Ну например В чей-то бизнес Например Какая-то компания Мечтает Создать Искусственный интеллект И для того Чтобы этот Искусственный интеллект Создать ей Много чего надо Но это На всех источниках Говорит Искусственный интеллект В таком году Появится Если вы Там подослеете Со своими Транзисторами Средствами передачи Там программами И прочее Тоже поделимся И таких примеров Очень много Я сегодня Специально посмотрел Вот такой прогноз Очень хороший Рея Круцвейла Это человек Который в гугле Сейчас занимает Важную позицию Технологического Коммун-директора Или что-то такое Он очень известный Футуровок Является сторонником Симгулярности Там чего-то еще И Он четко сказал К счастью в прошлом К 10-му году Компьютеров Как элементов До которых Мы можем Затрагиваться Существовать не будет Ну потому что Есть закон Ура Примерно в 95-м году И вот так быстро Все уменьшается И теоризируется Что К 10-му году 100% Мы не сможем Компьютер ощущать Он будет Где-то на нас Растворен Он будет элементом Одежды Элементом Контакта И ничего-то еще Круцвейл Жил Жив Долгих лет На здоровье Намерен дожить До 2045-го года Когда наступит Сингулярность И технологическое Бессмертие Вот Но Да И для этого Принимает массу усилий Летом уже порядком У него и тогда Было порядком И вот Будучи Видите Будучи известным Очень успешным В принципе Футурологом Он тем не менее Конечно Как проповедник Технологической Революции Компьютерных Наук Глобального Прогресса Ускорения И собственно Сингулярности Периодически Попадает В другой жанр И это вот Такая причина Почему нам Ногда сложно Понять Футурологию Как науку И футурологию Как Ну такую Велитристику Где мы Предполагаем Что скоро Что-то произойдет Например Сибирь отделится От России Или наоборот Давайте дальше Но В чем граница Этой вероятности Они состоят в том Что Футуролог Только 3 минуты Да Работает В некой Вот такой Видите Карте Где он Видит Некое Пространство В котором Возможны Разные сценарии Будущего Да И Видит Некую Границу Этих Возможных Пространств Вот самое Ценное Это Вот это Белое Пятно Вокруг Красивых Кружочков Потому что Она говорит о том Какое будущее Скорее всего Невозможно Давайте дальше Да Ну и вот Почему футурология Востребована Собственно говоря Она востребована Во-первых Потому что Мы хотим понимать А что Скорее всего Будет То что мы Хотим Оно Вот находится В зоне Того что Будет Или нет А что Наверняка Невозможно Это раз А другой ответ Вот он Находится На этой картинке Это ответ Который Собственно Один российский Предприниматель дал Почему он Хочет понимать Про тренды И какие-то Предстоящие Комплекс Разных Инструментов И там Керминов Которые Используются Футурологи Дикие карты Черные лебеди Ну давайте Наверное Скажу Как же Уложиться Да Дикие карты Черные лебеди Это события Которые Давайте дальше Пойдем И там Проэлестрируем Можно дальше Давайте дальше Вот Тренды Да Вот там Вы видели Такую картинку С очень большим Количеством Трендов Да Какие тренды Я считаю Значим И вот Человек Который Некоторое время В эту тему Погружен Да Очень хороший Термин Кремистан Насима Тареба Кто здесь Читал Черного лебеди Насима Тареба Наверняка Кто-то есть Да Очень Лично Очень рекомендую Клёву Получил Огромное удовольствие Несколько лет Воздерживался А вот Потом Понял Что Она гораздо Блубже Чем кажется Исходя из Некого Ее заглавия Да Он говорит о очень простом Вот то что сейчас происходит В мире Ну например Спорта и шоу-бизнеса Где топовые спортсмены Мультимиллионеры А иногда Миллиардеры Да А Ну а любитель Он просто может За свою щетку Пить мяч И во дворе Поверить Да То же самое Произведет С большим количеством Профессий С большим количеством Человеческих видов Действий Например Со школьными учителями Будут учителя Сверхзвезды Которых транслируют В разных странах Ну и будет учитель Который может Во дворе выйти И тоже кого-то поучить Если хочет Да И там Не должен пойти Зарабатывать на хлеб Чем-то другим А И не только То есть Он говорит о том Что если сейчас Это явление Охватывает Примерно там Три или пять процентов Человеческой деятельности Да То оно может захватить Тридцать или пятьдесят процентов Нашего мира Второе Да Это культура Вот Все же знаете Там движение Яси-веряк Да Наверняка Оно мне кажется Одним из таких ярких Явлений Не потому что Вот здесь мы Сибиряки Считаем себя Сибириками А потому что Любой человек Живущий в Австралии Никогда не выезжавший Не то что в Сибирь А даже На какой-либо другой континент Может тоже купить себе Такой паспорт Сибиряка И очень радоваться Тому что он Сибиряк Потому что Они фактически Предлагают И продают Что очень важно А люди покупают Не только в России Да Нету такую глобальную Идентичность Ну вот Кто считает Что мир В котором мы живем Ускоряется Да Я вот не знаю Например Но я понимаю Что это сильный тренд У него еще как минимум Сильные сторонники Но это о том Как быстро уменьшается Стоимость Там процессоров Памяти И всего остального Перемещение Единицы Веса Там Или массы Да На расстоянии И так далее И о том Что это Ускорение Продолжает Происходить Кто Давайте так Кто не знает Что такое Сингулярность Отлично Да Ну тут есть Разные объяснения Иногда это называют Точкой Бога В общем Есть Одно из самых простых Чтобы Наверное Сильно 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 Не уходить Вглубь Стоит в том Что это Некий Момент Во времени Когда вам В любой момент В любом месте Становится доступна Любая информация То есть Полная информационная Прозрачность Нашего мира Вот И Довольно Да Авторитетным образом Есть Рассуждение Вернера Винжа Если ничего не путаю О том Что в общем Видимо Сингулярность Неизбежна То есть Он последовательно Полтора десятка лет Строил Писал довольно короткий эссе Рассматривал Что такое Сингулярность Почему она может произойти Почему она может не произойти И вдруг Не обнаружил причины Которые могут сделать Могут препятствовать Ее появлению Ну давайте еще пару слайдов посмотрим Это пропустим Это тоже пропустим И черных лебедей Да Дальше Ну вот Вот Последняя Например Вещь О которой я Долго не задумывался Но которая мне кажется Такой одной из Наиболее научно обоснованных Да Состоит в том Что Будущее Конечно же Распространено И представлено Неодномерно То есть Словно Вот прямо сейчас В Новосибирске Есть места Которые уже находятся В будущем Люди там живут Работают там Кто-то и живет И работает Кто-то и друг И работает И Состоит она в том Что Тезис Да Сферы В которых Предмет деятельности Имеет минимальный вес Подвержены изменениям Наиболее быстро Ну вот Программная инженерия Вес нулевой Ну там Дискеты И что-то еще Считать не буду Да И в лопедиске Понимаешь Ну и финансовые услуги Поскольку деньги виртуальные Мешками возить Как правило Не надо А вот строительство Понимаете Оно довольно тяжелое Но О чем это говорит Это говорит о том Что Те процессы автоматизации Которые произошли Например сейчас В банковской сфере Вот вы знаете Что в паре стран Уже принимаются законы Запрещающие банкам Закрывать Свои отделения За полтора месяца Об этом не предупредив Жителей в округе Ну а то жители Не ожидают Что отделение уйдет И они закрываются Вообще не потому Что Ну как сказать Денег нет На приближение отделения Деньги все еще есть А потому что Не нужно И вот я иду По Новосибирску И смотрю на большое Количество банковских офисов Прирастающих И думаю Наверное здесь будет Кружок робототехники А здесь литературный салон Берега Боргинг Ну и так далее И вот Вы можете посмотреть Просто на предмет Своей деятельности Если вы работаете В строительстве К вам будущее тоже придет Просто это произойдет Чуть позже Да Там еще есть пропущена Видимо легкая промышленность Которая шьет тряпки Потому что там тоже все происходит Очень быстро Ну и Давайте следующий Очень важный тезис Там последний слайд Простите уже Состоящий в том Что Сингулярность Уступившая Не делает Будущее Более прозрачным и предсказуемым Собственно этот тезис Он написан на 14 страничке То есть в самом начале Книги Насима Талеба Где он размышляет О будущем И это гипотеза Пока не подкрепленная Но в чем она состоит Что чем больше Мы знаем и понимаем Да Тем больше Мы обнем информации Мы руководствуемся При принятии решений Тут начинается Сложная рефиксивная игра Да Кто кого переиграет И Знание Ваше О действиях У других игроков Не делает ваши И их действия Более простыми Но вроде делает Угру более сложной И интересной И последнее Как стать футурологом Вот там должен быть слайд Как стать футурологом Да Собственно Я-то ради него Наверное не согласился На эту тему поразмешать Он мне кажется Самым ценным Посмотрите Можно читать Других футурологов Читать списки Новых профессий Там у нас 100 Где-то 160 И так далее Большие списки Трендов Смотреть карту Лучше конечно Читать фантастику Но Вот первое Это социальная сеть Что такое социальная сеть Это круг ваших знакомых Который должен быть максимально широкий Ну и вот есть такая Хорошая рекомендация Включать всех людей Начиная от миллиардера Заканчивая бомжом Потому что И те и другие Гораздо острее Люди в крайней жизненной ситуации Чувствуют на себе Любые перемены На них реагируют И могут транслировать вам Что что-то начало меняться Да Ну вот Второе Мысли, к примеру Не дав четки Вот это произойдет А это не произойдет Да А так Некий набор вероятности И все время Смерять Насколько То или другое событие вероятно Особенно то Которое вы считаете Стопроцентно неизменным АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ